В этом году Александр Маккуин отпраздновал свое сорокалетие. Солидный возраст, но не для Маккуина. Модная пресса не устает называть его несносным ребенком и отменным хулиганом. А что делать? Ведь все его шоу не только поражает воображение. Гениальнее дизайнера, чем Александр Маккуин, найти тяжело. Коллекция Александра Маккуина никогда не похожа одна на другую. Каждая из них посвящена какой-то определенной тематике, которая никого не оставляет равнодушным. Сын лондонского таксиста Александр Маккуин в 16 лет бросил школу, чтобы изучать кройку и шитье на Севил Роу в одном из ателье по пошиву мужских костюмов. Там он не только осваивал азы хорошего кроя, но еще и тайком писал непристойности на подкладке пиджаков, предназначенных самому принцу Уэльскому. Когда Маккуин стал известным дизайнером, ему хватало смелости приглашать участвовать в свои показы модели инвалидов и вообще устраивать самые красочные шоу. Последнее, которое мы увидели в Париже, не стало исключением. У меня просто шок. Это было что-то немыслимое, что-то совсем потустороннее. Мне показалось, что все мы утонули вместе с Титаником и увидели неземных существ, одетых в сказочные вещи под водой. Видеоинсталляция от известного британского фотографа Ника Найта. Вот что так поразило известного модного критика Хилари Александр. Видео создавалось с тремя людьми. Это Александр Маккуин, я и режиссер Рут Хогбен. Его сняли специально для показа? Да. Если вы посмотрите на последовательность нарядов в коллекции, то можете проследить эволюцию, но только в обратном порядке. Модели уходят с земли в море. Змеи превращаются в рыбу. На подготовку причесок и макияжа для шоу ушло целых пять часов. Сколько часов вы готовились? Колл-тайм был в три часа, шоу должно было быть в 8.30, то есть пять с половиной часов, но поскольку задержали шесть часов. Честно говоря, это можно действительно кому-то подарить, причем только одну. Вторая уже не нужна. Ее можно где-то поставить и, не знаю, использовать как коробку для украшений, например. Ну да, но это удивительно. Я не знаю, как ее делали, как долго ее делали, из чего. И я не знаю, как в ней можно ходить. Сейчас, сейчас. Я не знаю, как шли модели в ней. Ну ничего, здорово, все обошлось, никто не упал. Он еще сказал, что перед началом, если вдруг девочка перед вами падает, вы не проходите мимо, помогайте ей встать и вместе идите дальше. И когда девочка заходила, уже, ну, как бы заходила обратно, после того, как она проходила, ей обязательно давали воды. Как бы все было идеально просто. Все шли в ногу, очень красиво, очень. Ну, я когда прошла, забежала на векстейдж, смотрела. Здорово. У меня просто перехватило дух от восторга. Все, что мы сегодня видели на подиуме МакКуина, невероятно. У меня просто нет слов. Это было даже не замечательно, это было феноменально. Это было самое крутое шоу, которое я когда-нибудь видел в жизни. Я очень счастлива, я очень счастлива. Только что мы посетили самое непредсказуемое шоу всей парижской недели моды. Александр МакКуин подтвердил свое звание самого удивительного дизайнера наших дней. Когда все делают абсолютно коммерческие коллекции, он не боится показывать такие представления, которые уже и модными показами назвать сложно.